А жизнь на канат, на каждый миг её ты ценит. И даже если она трудна, твои добро и любви. Работа, которая помогает преодолевать жизненные трудности, ставит на ноги и вдохновляет на лучшую жизнь. 8 июня в России отметили День социального работника. Профессия социального работника невероятно сложная. Работать приходится с людьми, страдающими расстройствами памяти, постоянными перепадами настроения, не говоря уже о серьёзных недугах, немощи и одиночестве. В свой профессиональный праздник городские соцработники собрались в уютном зале ДК «Энергомаш». Для них пели и танцевали белгородские коллективы. Лучших награждали почётными грамотами и добрыми словами. Вы всегда веносердны, открыты, душевны. Если не руками, а Божице, душой своей, поэтому вы несёте огромную-огромную ношу в нашем городе, помогая тем людям, которые в нашей помощи нуждаются. Инна Балабанова уже 15 лет помогает одиноким бабушкам и дедушкам. В профессию пришла, по примеру, мамы, которая больше 30 лет посвятила себя этой непростой работе. У Инны 10 подопечных, каждому нужно прийти три раза в неделю. Иногда чаще – купить продукты и лекарства. На вопрос, почему вы выбрали именно эту профессию, женщина отвечает, не задумываясь. Я люблю свою работу. Социальный работник – это самое главное – милосердие, отношение хорошее к подопечным. И тебя всегда будут любить, и ты будешь любима. В этом деле главное не только помощь физическая. Порой достаточно просто выслушать человека и поговорить с ним. Анжела Чернышова по образованию психолог. Она не выписывает лекарств, а лечит словом. Ведь душу медикаментами не вылечишь. Здесь помогут только правильные и вовремя подобранные слова. За 22 года работы вывела для себя основное правило – индивидуальный подход к каждому человеку. Главное – создать самому атмосферу человеку позитивную, несмотря на то, что он находится в таком состоянии депрессивном, стараешься его поддержать. Ведь они в старости как малые дети. Люди с большим сердцем – те самые, у которых всегда найдется улыбка и доброе слово для своих подопечных. Социальные работники скромно отмечают свои заслуги. Говорят, такая работа.